На праздничные богослужения в Софийский собор пришли даже те христиане, которые редко заглядывают в храм. Но Рождество Христово праздник особенный, пропустить никак нельзя, отмечают самарцы. Ведь на святке, так называется, время до крещения Господа, происходят чудеса, считают верующие. Всегда этого чуда ждешь, и я надеюсь, что это чудо когда-нибудь свершится обязательно. Великое чудо произошло 7 января. Иисус Христос появился на свет близ города Вифлеем, родившийся от Святого Духа и Пресвятой Девы Марии. Этот праздник сейчас предваряет 40-дневный пост Филиппов. В сочельник 6 января верующие начинают отмечать Рождество уже перед службой. Застолье включает 12 блюд. Но по христианским заветам их нужно только попробовать, не переедая. Прежде всего семейный праздник. Уют, забота с этим ассоциируется. И с духовной точки зрения, да, конечно, мы должны быть в ладу со своей душой, я считаю. Каждый человек должен быть обязательно. Потому что если мы в ладу со своей душой, у нас все в жизни идет хорошо, и все получается. Название праздника Рождество Христово в последнее время упрощают и все чаще называют Рождеством. Что, по мнению церковных служителей, неверно. Ведь это явление религиозное, а не светское. Мне хочется верить, что мы никогда не устыдимся того, как мы называем этот праздник. И кто стоит в центре этого праздника. Поскольку для нас это действительно приход в мир Христа Спасителя. И мы по-другому никак этот праздник воспринимать не можем. Вот за свою земную жизнь, да, пребывая в течение 30 с лишним лет здесь, во плоти, да, с людьми, Христос после своего вознесения оставил себя нам, собственно, в первую очередь в этом таинстве. Это таинство Евхаристии. Потому что, как Господь сам сказал, где двое или трое будут собраны во имя Мое, там Я посреди них. Отмечать Рождество Христово нужно в храме на Божественной Литургии. С обязательной исповедью и таинством причастия. Служба в Софийском соборе началась в 10 вечера и завершилась под утро. В праздничном богослужении принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Возглавил Литургию митрополит Самарский-Новокубишевский Сергий. Святитель Григорий Богослов, раскрываем суть всего праздника свидетельством. Торжество наше от пришествия Бога-Беселовека, чтобы нам, возвратившись к Богу, ныне воистину привиделось нам Царство Небесное, Твои сгоды и древние пророчества. В Рождество принято проявлять милосердие и помогать людям, которые просят о помощи, прощать обиды и мириться с теми, с кем в ссоре. В праздник запрещены домашние дела, а еще нельзя гадать и проводить какие-либо ритуалы. Ольга Павлова, Сергей Кизоркин, Константин Головин. События.